вот они переростки что с ними делать я один когда пролетел когда мне некогда было сидеть я столкнулся с этим переростками сотнями я брал втыкал этим самым шарикую ручку стержень до получилась длинная узкая ямка и вот так вставлял у меня получился 50 процентные всходы естественно старался чтобы это вот эта часть была над землей а были еще хвосты дверей два раза но часть погибла но все-таки не так обидно что по-моему спас пусть опоздала вас что это ждет смотрите трансфикация это рано поздно и вовремя когда поздно могут не взойти когда рано могут перерасти так еще есть варианты не зайти потому что суховато было субстракт субстракт или сгнило потому что было сильно влажновато я назвал цифры соотношение воды с сухим пуском 116 это средняя так вот а там еще влияет и температура помните дверцы холодильника которыми хлопают тепло пускают помните погреб которым все равно 0 градусов нет ни осени нет ни весной нет ранние всходы это наш бич абрикосы высылаю еще сухие а сливы высылаю уже и вот сейчас я начал с привлекаться уже воевочных вишен то есть уже идут в песке даже те кому я высылаю уже феврале и абрикосы в сыром песке и вишен в сыром песке а сливы еще и с этого с января в сыром песке большинство но некоторые все-таки умудряются получить про переросшие вот это я объясняю только потому что к сожалению многие этого и хотят то есть я рекомендую мы не хотим стрессировать сделать из-за нас пришли стрессированы что на стрессированы поклюнувшимся они придут к одним уже поздно садить уже все целом другим придут когда уже это зима вернулась сугроба настолько расплывчатые сроки расплывчатые настолько что слов нет потому что путаница огромная сверх ранние всходы я не собирался чтобы так рано всходили они всходят вот расходят то получается что мы это должно учитывать и например литература литературы с пращих-справочниками я вынужден учитывая что садят в апреле и самое позднее уже в мае и в феврале закладывать песок и высылать вам получается пакетик до ним я не могу высылать большой пакет с песком песок сырой слегка как мне надо и там небольшой пакет надо добавлять брать стеклянную банку надо насыпать стеклянную банку до достаточно количество песка например на полсотни костик достаточно пол-литровой банки вот прям такое соотношение и понятно что стоило мне попробовать вариант теплым холодильником и постепенно мне приходилось двигать двигать это же старый снимок это по принципу я все нащупал нащупал уж никому не верю спящие не надо пугаться надо умудриться не перекапывать грядку для того чтобы она была не ворошить эту грядку только щипать щипать на держи что зайдет в настоящий год особенно если сходы плохие когда сходы хорошие про них можем забыть зайдут не зайдут машину вроде говорят такие вещи вот теперь стратификация возвращаюсь значит в октябре было выборковые находки сливы то есть они что или их надо было выкинуть под пленку и на балкон это лоджия тут часто было плюс-минус 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 и наконец прошел где-то я вам показываю причину почему нужно стратификации почему нужны хотя бы примерные сроки как происходит почему весна не сходят ну потому что вот они сходят но мы их не видим еще а их уже это мороз убивает поняли если двух словах мы еще не видим он стоит только лопнуть этой косточки так самое раскрыться еще ростка нет она уже потеряла мороз так еще а ведь это же мои саженцы вот а это я для чего настолько это я ходил по это с косточки ходил топтал топтал бесполезно не так не удалось убить так полез росток вот он раскрылся вот он росток справа вот так когда вы получите мои семена тогда проблема станет вообще красе про стратификацию там были сроки там допустим вишня получается два месяца у меня получилось там ну средняя среднюю если сильные сроки кому надо у меня еще статья покойной татьяны санаги могу выслать есть статья броскова ускоренность рификация могу статья никогда не занимался ускорением у меня всегда хватало средних цифр волос на вишне недостаточно как простой я где-то вот сейчас уже вот сейчас я высылаю уже прямо песке а вот теперь так это что касается слива уже высылаю статистированную у нее получается как полгода до это это срок официальный искусственный потому что ну попробуйте вы выдержать требование 0 градусов в течение этих 6 месяцев получается что реальный срок он все-таки короче почему потому что никогда так рано не закладывал меньше абрикос сходит когда 50 процентов до 70 более-менее становится ясно точнее сказать невозможно у персика тоже где-то полгода я уже поговорим у персика по моему еще не незлободневная тема это следующий ваш шаг будет понятия не имею например никогда не прятал черешни тут разослал косы через и думаю ну и никогда их не выращивали давали от чего зависит срок еще расскажу если теплее срок короче если холоднее срок длиннее если ты нормальный то любой камер если сырее оптимальная скорость всем к одному почему потому что особенно не каждый будет песок страницировать а могут быть совсем другие цифры я его никогда не использую сырее это можно переборщить то есть вот еще сырее еще быстрее зайдет или например лучше взойдет больше зайдет или рано сильно в общем вот эти цифры они плавающие еще потому что они все сходят сразу да мне нравится когда человек залазит холодильник где-нибудь примерно марте когда обычно начинается просыпание раз ковырнул перенес в этот же стаканчик торфяной и в холод вот думаю да что я все время забывает не ставьте ну тепло чтобы она весь марте и апрель до высадки у некоторых в апреле сейчас ехали до высадки чтоб росли потом погибнут есть шанс еще если притянить сразу но сам слабенький вот холод то есть проклюнулась горшочек и молите бога чтобы не сходил еще месяц-два мало того что проклинулась и не глубоко закопать это дико усовийская груша из книги мичурина я хотел бы чтобы вы знали с чем имеете дело прежде чем я вот это учитывая тот упрек я как думаю ну спасибо но расшифруй сейчас я могу рассказать ее происхождение могу рассказать как с ней работал мичурина наоборот тем кто первые сел за экраном это не еще не надо а это у меня видите я специально кто меня кинет камень что у меня не она